Вот такое маленькое буйство видов, но все, что здесь растет, оно все съедобно. Вот эти вот поганочки, но они уже старенькие. В таком виде они молодые, скорее даже вон там, чуть-чуть подальше. Эти вот три грибочка. Это чешуйчатка комеденосная. Такой обычный съедобный гриб, не слишком привлекательный, но никаких ядовитых веществ в нем нет, то есть тоже ее можно съесть. А вот эта олеврия очень симпатично выглядит, то есть такие оранжевые. блюдца, как будто сгустки из маленьких оранжевых блюдечек. Это гриб, который в Западной Европе многие используют в качестве украшения салатов, то есть просто добавляют в сыром виде какие-то салаты, какие-то блюда и в сыром виде они совершенно спокойно едят их. У нас этого, конечно, никто не знает, никто не ест, но олеврии у нас тоже растут. Олеврия оранжевая она называется. На самом деле они такие хрупкие. всех сторон оранжевые, наружная сторона поярче, внутренняя побледнее. В Европе этот гриб едят в сыром виде, чаще используется в качестве украшений для каких-то блюд, для салатов. Не отваривают, не жарят, а в сыром виде добавляют в эти блюда и едят. У нас про это никто не знает. Я думаю, многие вообще не подозревают, что это гриб. Тут же вот осенние строчки. Многие считают, что строчки растут только весной, но есть вид, который и осенью развивается. Строчки на самом деле не совсем безопасные, они условно съедобны, то есть в сыром виде они ядовиты, довольно сильно ядовиты. После тепловой обработки вполне их можно употреблять в пищу. По качеству что-то такое же, как и весенние строчки. Многим нравится. На самом деле интересен он по многим параметрам. Во-первых, он растет исключительно в холодную погоду, то есть самый пик сезона у него приходится на ноябре-январе, я бы сказал. Эти грибов можно запросто набрать к новогоднему столу, причем свежих. Сейчас они уже в октябре появились, их еще мало. Основной рост у них именно в холодное время. Многие не знают, что в ноябре, в декабре можно пойти в лес и набрать свежих. Опят. Они довольно вкусные, довольно симпатичные. Сорвать. Вот такие с обратной стороны светленькие. Помимо вкусовых качеств еще учеными доказано, что этот гриб препятствует развитию раковых клеток. То есть не то, чтобы он вылечивает от рака, но во всяком случае как-то может эту болезнь затормозить. Так что, кто регулярно употребляет эти грибы, снижает вероятность развития раковых опухолей. Растет он на древесине, любит обычно места, которые довольно влажные. То есть это осина, ива, ольха, кустарники. Но обычно это где-то рядом с ручьями, с канавами. Сыроватые такие участки леса. Древесина еще, видимо, свежая. То есть дорога сделана недавно, много питательных веществ, но и многие грибы любят и остатки древесины. То есть органики много. Страчкет обожает, с такими скоплениями они растут. В лесу, вообще, осенний строчок редко когда появляется с такими огромными группами. Это все-таки гриб такой более, ну, либо одиночные, либо по два, по три экземпляра. Здесь, видимо, им настолько нравится, настолько все это вкусно, что они растут сотнями. Все эти грибы всю эту древесину съедят. Я думаю, лет через пять здесь будет довольно пусто. То есть это вечно продолжаться не будет. Все соки из этих деревьев, они выберут, и в итоге на этой дороге не будет расти ничего. Ну, так и будет. А пока, да, здесь и весной, и осенью. Причем очень интересно, что здесь грибы сменяют друг друга. Весной одни виды, через месяца два-три появляются другие, они полностью сменяют друг друга. Но растут в одних и тех же местах. Вот сейчас, ну, несколько видов здесь. Сейчас так главенствуют, так сказать, эти чешуйчатки, строчки, олеврии, зимние опята, сатиреллы. Сейчас смотрю, все это видно. В пределах видимости все это находится. Ну, весной здесь появится новый набор грибов. Тоже не так много этих видов будет, там, видов 10-15, но, тем не менее, совершенно сменится палитра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова